Привет, это уникальный опыт, рубрика в которой я оцениваю уникальные предметы в Path of Exile по нескольким критериям полезности в игре. Сегодня у нас третий завершающий выпуск по уникальным поясам. До этого уже были кинжалы, жезлы, шлемы, булавы, скипетры и посохи, ссылки на их разбор в описании, предлагайте, что будем смотреть в следующий раз. Первый уникальный пояс в списке сегодня это конец осаде, широкий ремень для игры с использованием приспешников, правда несколько необычным образом. При смерти наши приспешники будут оставлять лужу, наносящую урон хаосом в течение 5 секунд. Урон хаосом в секунду составляет 20% от размера здоровья миньона, так что в данном случае вроде как выгодно разгонять здоровье приспешников, а также думать о снижении сопротивлений хаоса у врагов. И вот тут проблема, в игре не так много способов понизить сопротивление хаосу, зато много способов срезать элементальные резисты. Поэтому обычно перспективнее использовать копию этого пояса из кражи, при смерти приспешники будут оставлять огненную землю, и у нас есть возможность эффективно снижать сопротивление, за счет комбинации камней поддержки и проклятий. К нашим услугам горючесть и уязвимость к стихиям, а также камни поддержки, стихийное войско и воспламенение. Мы конечно же будем брать ключевое умение нестабильность приспешников, когда их здоровье будет опускаться до отметки 50%, они будут взрываться, нанося треть от своего здоровья разово, а затем оставлять ту самую горящую землю на 5 секунд. Чтобы приспешники постоянно получали урон и горели, конечно же нужен камень поддержки Пылающий Легион, а далее уже нужно выбрать каких приспешников взрывать. В настоящее время самый быстрый и оптимальный для зачистки билд в этом плане, это сборка через неистовых духов, тех самых СРС. Кастуем черепки, они самонаводятся, взрываются, оставляют горящие лужи. Да, забыл сказать, урон от луж не складывается, то есть накладывать лужи друг на друга не особо эффективно. Чтобы черепки горели еще быстрее, используем умолед Тавукаи, ссылку на билд с его использованием я оставлю в описании. Если вдруг вы захотите взрывать вместо СРС зомби, то вам могут пригодиться перчатки воля Аукуны, но насколько это эффективно, сказать не могу. По поясам осталось разве что добавить, что обычная версия ничего не стоит, а вот копию можно продать на рынке за несколько десятков хаосов. Вина выжившего довольно редкая вещь, пояс попадается в качестве награды исключительно в ритуалах, но, увы, навряд ли станет чем-то желанным. Фишкой пояса является то, что он дает до 1200 единиц плоской брони, а также ключевое умение несбалансированная защита. Этот кейстоун удваивает вашу броню, но при этом не дает снижать урон выше 50%. На текущий момент нет очевидно сильных метовых билдов с несбалансированной защитой, а значит и пояс никому не нужен. Пару слов про несбалансированную защиту. Для обычных персонажей с большим количеством брони, этот кейстоун не нужен, так как скорее всего наоборот, сделает вас более восприимчивым к урону, то есть лучше его не брать. Его предназначение это ситуация, когда ваша броня также снижает урон и от других типов помимо физического. Например, с ключевым умением непостижимость или новой пассивкой восхождения покорителя. Но тут еще дело такое, несбалансированная защита находится в довольно удобном месте между мародером и дуэлянтом, если вы играете за покорителя, то вы ее возьмете напрямую. А вот на поясе есть еще негативный эффект процентного снижения брони за каждые 50 силы, что намекает на то, что пояс предназначен как раз для персонажей, которым тяжело и неудобно тянуться к ключевому умению на дереве, например, ведьме, бандиту или охотнице. Найти мне какой-то вменяемый билд с этим поясом не удалось, так что ждем гения, который с ним что-то соберет. Герп Рода Пирандус по большей части пояс для прокачки на актах доступен 16 уровня, и мне он чаще всего помогает заткнуть проблему с недостающими характеристиками силы, ловкости или интеллекта. В плане характеристик ни на что он более не способен, за исключением того, что повышает количество выпадающих предметов на 8%, так что его вполне себе бодро используют некоторые МФ-персонажи. Из-за того, что пояс очень распространен, очень часто на торговой площадке встречается с двумя осквернениями, многие выкладывают его не глядя, а ведь мы помним, что некоторые карабты на поясах вполне себе годные. Поэтому если собрались МФить, ищите именно с двумя осквернениями. Солнечный Удар получил довольно мощный реворк в патче 3.19, теперь он позволяет кидать дополнительные ловушки, кроме того, ловушки разбрасываются в области, так что по сути этот пояс заменяет камень поддержки кассетной ловушки, а это значит, что не будет необходимости использовать этот гем с его чудовищным штрафом к урону. Минусом пояса является то, что ловушки не срабатывают при контакте с врагом, они могут сдетонировать только по истечении времени. Но мы будем тут наверняка использовать меха-ботов, которые подрывают ловушки, и умение восхождения диверсанта, цепная реакция, благодаря которой все ловушки взрываются одновременно. В общем, пояс достаточно хорош, теперь и довольно востребован на рынке, можно продать за несколько десятков хаосов, цена меняется в зависимости от популярности ловушек в данной конкретной мете, но в начале лиги он точно будет стоить прилично. Диверсанты используют повсеместно, ссылку на возможный вариант сборки оставлю в описании. После выхода лиги Делириум и кластерных самоцветов, пояс Жажда Душ обрел вторую жизнь. При поражении флакона и в течение всего времени его действия вы получаете чудовищный по силе эффект Пожиратель Душ. Каждый убитый противник дает вам один стак эффекта, ваша скорость атаки и сотворение чар будут повышены на 5% за каждый стак. Нет никакой верхней границы, если вы убьете 100 монстров на карте, ваша скорость атаки и скорость отворения чар будут повышены на 500%. Проблема заключается в том, что после повторного прожатия любого флакона теряются все накопленные души, то есть эффект обнуляется. Так вот, после ввода в игру кластерных самоцветов и добавления на дерево пассивных умений большого количества узлов на флаконы, у игроков появилась возможность разгонять длительность эффекта флакона до неприличного. Заходим на карту, прожимаем все фласки, а дальше носимся как угорелые и быстро все зачищаем, заодно прожатие флаконов можно вполне себе зачистить карту какого-нибудь взморья. В игре есть очень длительные флаконы, такие как копия Духа Лавианги или Печаль Божества, точим их на 28% качества, зачаровываем растопляющей сферой на 95% и более длительности, используем максимум средних кластерных самоцветов на длительность флаконов и вешаем на себя путы времени в комбинации с амулетом канун сенсостояния. На самом деле, так сильно упарываться в длительность флаконов и не обязательно, просто смотрите, хватает вам текущей длительности или нет, и при необходимости увеличивайте. В общем, пояс существует исключительно для быстрой и неприхотливой зачистки карт, на боссах, конечно, он абсолютно бесполезен. Падает достаточно часто, так что достать его не проблема, на рынке стоит пару сфер хаоса. Оковы души это уже классика для многих билдов ближнего боя. Дает так называемый оверлич, то есть делает так, что похищение не прекращается при достижении 100% здоровья. Если вас пробьют, то эффект похищения тут же восстановит здоровье обратно. Пояс на торговой площадке стоит всего пару сфер хаоса, хотя в игре встречается не сказать, чтобы очень часто. Его очень любили раньше игроки на хк, потому что любой персонаж, по сути, становится слэером. Сейчас еще иногда можно встретить в некоторых билдах, например, его до сих пор часто используют фликеры. Ссылку на вариант сборки такого оставлю в описании. У оков души есть копия, которая тоже дает ключевое умение, но совсем другое. Оскверненная душа добавляет вам дополнительный энергетический щит от вашего максимума здоровья, а самое главное позволяет пропускать 50% урона хаосом в энергетический щит, что значительно облегчает жизнь любому гибридному персонажу, решившему одновременно собирать и хп, и ес. Что интересно, первый вариант пояса давал также персонажу интеллект, что на тех же фликерах вполне себе полезно, его не хватает, а копия дает силу, что опять же уместно, если вы собираете какую-то ведьму или бандита. Копия относительно редкая и стоит на торговой площадке от нескольких десятков сфер хаоса до парочки божественных сфер, так что в краже лучше не пропускать. Топой нинжа нашел два метовых билда с этим поясом, один это инквизитор через праведный огонь, а второй это некромант со священными реликвиями, оба варианта в описании. Безграничный поток, пояс, собирающийся из осколков уников-предвестников, сами кусочки падают с боссов карты Плацдарм, вам понадобится два куска, чтобы соединить их в один предмет. Обладает отличными характеристиками, ускоряет перезарядку энергетического щита, регенерацию здоровья, снимает вас негативные эффекты быстрее и снижает кулдаун умений. Кроме того, рядом с вами летает предвестник, дающий раз 20 секунд, ауру на 8 секунд, увеличивающую скорость действий на 10%. Как вашу, так и ваших союзников и противников, то есть это такой глобальный тейлвинд. И вроде бы все здорово и замечательно, но как и с большинством уникальных предметов-предвестников, нет никакого смысла использовать обычную версию предмета, ведь есть усиленный. Он называется осушение потока, дает все то же самое, но эффект предвестника намного сильнее. Во-первых, он перезаряжается в 2 раза быстрее, 10 секунд вместо 20, а во-вторых, повышение скорости действий уже не срабатывает на врагов. Получить продвинутую версию можно так. Бегаем обычный Т-15 плацдарм, из главного босса можно выбить с небольшим шансом усиленный плацдарм. На нем выше уровень монстров и еще больше предвестников, а с финального босса падает один из свитков для усиления предметов. В нашем случае нам понадобится свиток времени и света, применяем его на обычный пояс и получаем усиленный. Осушение потока стоит достаточно много, связано это с не самой высокой доступностью продвинутых плацдармов. Стоимость свитка для улучшения или готового пояса может колебаться в диапазоне от 1 до 10 божественных сфер, все зависит от текущей меты и не только в плане билдов, но и в плане популярности предвестников как способа фарма. Также пояс можно получить с этой годальных карточек, Смертельная Радость, падают они на уникальной карте Богодельная Паршута, забавно, но на рынке как раз таки очень много версий пояса с двумя сквернениями, то есть этот пояс чаще всего гэмблит именно с этой годальной карточки. И вот по поводу билдов, все супер просто, в основном пояс ценится ауработами, мало того, что он глобально повышает скорость действий союзников на 10%, так на нем еще можно иметь два скверненных свойства на усиление эффекта аур. Иногда этот пояс еще использует кокеры и прочие триггерные билды ради снижения скорости перезарядки и прочих приятных бонусов с двумя сквернениями выглядит действительно интересно. Аптекарский пояс это тот случай, когда вроде бы слабая никому не нужная вещь, но скрывает в себе большой потенциал. Пояс находится в глобальном дропе и имеет бонусы к флаконам, больше зарядов и длительности. Самый главный его эффект в том, что флаконы здоровья применяются не к вам, а к вашим союзникам. Как вы помните, мы уже обсуждали пояса, распространяющие свое действие на приспешников, это Умбиликус и Морталис и Материнские объятия. Главное отличие тут в том, что в аптекарском поясе речь идет только о флаконе здоровья, и вы не ограничены только приспешниками. Да, вы можете подхиливать ваших миньонов во время боссфайта, но мне кажется, что задумка тут в том, что в группе из шести человек, может быть, к примеру, персонаж с пятью банками здоровья, которые очень быстро перезаряжаются, обладают не только быстрым восстановлением здоровья, но и снимают всякие увечья, яды, кровотечения, шоки и прочие гадости. Причем это уникальный случай, когда лечение от флаконов здоровья и их эффект не прекращается даже тогда, когда у персонажей в группе полное здоровье. Только представьте, что вся ваша группа постоянно получает восстановление с флаконов здоровья с другими эффектами лечения, такими как похищение и регенерация. Вы становитесь практически бессмертными, главное не получить ваншот, но с хорошим уработом это и не так страшно. В общем, предмет за одну сферу алхимии, который вполне имеет право на существование, хотя, пожалуй, если вы играете один, то он действительно бесполезен. Пришло время рассказать про PSA с Мэйвен. Этот эндгейм-босс имеет в своем дропе три матерчатых пояса с различными эффектами, игроки чаще всего просто отличают их по цвету — красный, синий и зеленый. Из-за того, что Мэйвен очень много фармят, пояса всегда доступны на рынке, синий и зеленый стоят парочку хаосов, красный может обойтись в несколько десятков, давайте с него и начнем. Муки Арна на самом деле очень простой пояс. Он дает вам много здоровья, много брони, много сопротивления огню, а самое главное заменяет ваши заряды выносливости на заряды жестокости. Каждый заряд жестокости дает 3% шанс на тройной урон, если у вас, например, 8 зарядов, то шанс на тройной урон логично составит 24%. Поэтому пояс и любим многими игроками, он дает прямую прибавку урона, ваша задача — просто набрать максимум зарядов выносливости и их поддерживать. С тройным уроном, думаю, все должно быть понятно, важно знать, что он работает только на удары и не влияет на постепенный урон, применяется он при этом в расчетах урона в последнюю очередь после всех остальных модификаторов. Минусом пояса является то, что он отнимает у вас абсолютно все бонусы, работающие с зарядами выносливости, вы лишаетесь огромного пласта защиты в угоду урону, что, тем не менее, не останавливает игроков. Работает в огромном количестве стеклопушечных билдов, убедиться в этом вы можете по ссылке на нинжи в описании. Кстати, забавно, что муки Арна, как и любой пояс Мэйвен, вы теперь можете с очень небольшим шансом получить с карточки ничто, так как в патче 3.19 был добавлен сет карточек на унике Мэйвен под названием Левиафан. Как обычно, непонятно, где эта карточка падает, видели пока только с колоды карт. Восторг Олесии по аналогии увеличивает уклонение, сопротивление холоду и дает скорость бега, а также конвертирует заряды ярости в заряды подавления, которые, в свою очередь, дают 8% больше урона состояниями или больше эффект состояний. Нужно учитывать, что заряды ярости и так по умолчанию дают 4% глобального урона, то есть вы, по сути, удваиваете их эффект. Хорошо работает в билдах, где вы не сильно зависите от скорости атаки или от скорости сотворения чар, например, в ядовитой сейсмической ловушке, ссылку оставлю в описании. Иногда также берут в билдах на поджогах, правда стоит учитывать, что у этих билдов должен быть простой способ повышения максимума зарядов ярости на дереве, и нужно их всегда поддерживать, в том числе и на боссах. Секрет Грейвена тематически относится к интеллекту, дает энергетический щит, сопротивление молнии, процентное увеличение максимума маны и конвертирует ваши заряды энергии в заряды поглощения. Каждый такой заряд дает 12% восполнение энергетического щита от получаемого стихийного урона, что является частичным аналогом механики рекао по здоровью, только в энергетический щит. Может теоретически работать в каких-то КВДТ билдах на энергетическом щите, также занимательно смотрится в связке с уникальным щитом виток малахая, там вы получаете плюс 2 к максимуму зарядов, легкую генерацию зарядов, а также постоянный иммунитет к шоку. Все минусы нивелируются, единственный недостаток в том, что вы не получите увеличение урона чарами за заряд. Поиск хорошо стакается с маной и получил довольно большую популярность в билдах защитника, курса бота при игре в группах, ссылку оставлю в описании. Моток Рослаты должен быть хорошо известен игрокам, играющим персонажами на физическом уроне, на самом деле отлично заходит в любой атакующий билд, так как не имеет каких-либо значимых существенных минусов, повышает ваш максимальный урон оружием. На рынке, в зависимости от ролла, стоит от нескольких десятков до сотен сфер хаоса, особенно ценится в первой половине лиги. Наверное, один из самых популярных билдов с ним это сборка на клич полководца, ссылку оставлю в описании. Поиск довольно редко падает в игре, является ценным уником, можно пробовать достать у Гвеннон, а можно попробовать собрать с помощью сета годальных карточек потомства. Поиск Великан был очень сильно переработан в патче 3.19 и получил мощное усиление в виде 10% шанса на двойной урон и 5% шанса на тройной урон при наличии у вас хотя бы 400 единиц силы. В совокупности это повышает весь урон вашего билда на 19,5%, что очень и очень неплохо, ведь на поиске есть еще до 50 единиц силы и до 25% сопротивления всем стихиям. Шанс на двойной и тройной урон работают глобально как для атак, так и для чар, в связи с этим поиск весьма востребован в абсолютно разных билдах. Гарантированного способа получения нет, а шанс выбить сейчас что-то на уровне того же матка Рюслаты, так что цена иногда кусается, чаще всего он находится в диапазоне нескольких десятков до нескольких сотен сфер хаоса. Еще после выхода патча 3.16 пояс упорства получил неслыханную доселе популярность и по сей день остается очень востребованным среди игроков. Этому способствует несколько факторов, во-первых популярность восхождения чемпиона, у которого есть постоянное укрепление, а значит что вы будете также иметь постоянный боевой раш. Ну а это в свою очередь 20% повышения скорости атаки, сотворения чары и скорости бега. Помимо прочего, до сих пор в моде использование сразу двух аур на защиту, как решимость, так и грация, персонажи развивают одновременно шанс на уклонение, шанс на защиту с помощью брони, а значит что с пояса вы еще получите внушительное увеличение урона от атак. В совокупности это позволяет поясу быть чуть ли не бест-ин-слот предметом, при этом еще и копеечным, ведь он падает довольно часто и ничего не стоит на торговой площадке. Ауксиум довольно редкий пояс, добавленный в игру еще 10 лет назад, несмотря на это никогда не был чем-то прям супер метовым и востребованным, хотя и перерабатывался очень много раз. В текущей версии дает персонажу очень много энергетического щита, ману, увеличение урона от атак за заряд энергии, причем довольно много. При 8 зарядах энергии у вас будет 200% прибавки атакующего урона. Кроме того дает похищение маны от атак и снижение эффекта охлаждения и заморозки для энергощитовых персонажей. Казалось бы, все довольно просто, создаем какого-нибудь бандита, набираем тонну энергощита, много зарядов энергии и бьем с руки. Но на практике в слоте поясов просто чудовищная конкуренция, огромное количество других полезных уников, а ведь еще много хорошо скрафченных редких поясов с влияниями те же пояса бездны. Все это приводит к тому, что пояс использует только энтузиасты, на торговой площадке он стоит одну сферу хаоса, но иногда еще попадается в билдах, ссылку на один такой оставлю в описании. Время правды был добавлен в патче 3.18 в качестве дополнительного дропа сируса, пояс напоминает копию оков души, так как разделяет входящий по вам урон на несколько слоев, позволяя одновременно впитывать как здоровьем, так и энергетическим щитом. Отличная защитная опция для гибридных билдов, кроме того обладает ключевым умением величайшая безнравственность, позволяя флаконам здоровья восстанавливать как здоровье, так и энергетический щит. Восполнение разгоняется вместе с увеличением эффективности флаконов, что в итоге позволит неплохо так выдерживать урон в опасных ситуациях. Забавно выглядит с флаконом запретный вкус, при использовании восстанавливает вам моментально 100% здоровья и энергетического щита. Чаще всего, наверное, можно встретить на инквизиторах с клеймом бури, ссылка в описании. Так как Сируса много фармят, опять же, довольно-таки доступен на торговой площадке, хотя в начале лиги может наблюдаться определенный дефицит, цена варьируется в зависимости от меты и ролла, от нескольких сфер хаоса до нескольких десятков и более. Воцарившаяся тьма, уникальные темные тиски. Самый частый дроп с босса в бездны, в связи с этим очень распространенный пояс и отчасти из-за этого многими игроками недооценивается. На 75% усиливает эффективность обоих размещенных в поясе самоцветов бездны, и вот тут кроется главное, что нужно знать о поясе, его популярность и возможность использования в билдах напрямую зависят от силы свойств самоцветов бездны. В последних нескольких патчах самоцветы бездны и свойства на них все время пересматриваются во многом в сторону усиления, не говоря уже о том, что сейчас с помощью дерева атласа и свойства оскверненный взор можно получить самоцветы с 5 или 6 свойствами, каждый из которых будет усилен на 75%. Сейчас довольно часто можно встретить сборки на приспешников с этим поясом, пример с пауками ракали оставлю под видео. Будем ждать изменений самоцветов патча 3.20 и думать, что еще интересного можно с этим поясом собрать. Ну вот и он, царь, король, властелин всех уникальных поясов, волшебная кровь. Один из самых дорогих уникальных предметов в игре, на момент записи этого видео стоит более 300 божественных сфер, цена наверняка в будущем меняться, но не сильно, разработчики в последнее время придерживаются политики сохранения для уникальных предметов их ценностей и редкости. Пояс не обладает никакими отрицательными качествами, предоставляя вам сплошные бонусы, самым существенным из которых является то, что 4 ваших волшебных особых флакона будут работать постоянно 100% времени. Это могут быть флаконы на живучесть, такие как топазовый, рубиновый и сапфировый, а ртутный можно использовать для скорости, да и любые другие, какие захотите. Главное, что вы еще можете повысить их эффективность, применив растопляющую сферу. С этим поясом персонаж становится практически бессмертным, почти четверть всех существующих персонажей сотого уровня на текущей лиге использует этот пояс. Особенно хорошо работает на боссах, так как там в обычных ситуациях есть дефицит получаемых зарядов флаконов. В общем, одни плюсы, главный из которых в том, что пояс находится в глобальном дропе, а значит может выпасть вам в любую минуту с любого противника, хоть и шансы практически равны нулю. Реже в игре падает только зеркало каландры. На пояс есть карточки, аптекарь, за который неистово охотятся или охотились МФ персонажи, а также цена послушания, которая падает в Суберадзире с очень низким шансом. На этом разбор поясов окончен, в следующий раз вернемся к рубрике уже с другой категории предметов. Спасибо вам за просмотр, с вами был Кардив, увидимся на трансляциях, пока! Субтитры создавал DimaTorzok